У Саковику наступного года «Гомельская правда» – первый сирот белорусских газет, а значит 100-годовый юбилей. А 9 вересня этого года у ее структуры заявилось новое подразделение – радиостанция «Правда-радо». Журналисты кажут, что таким чином они зарабили себе первый юбилейный подарунок. До открытия властного радоя о «Гомельской правде» шли больше 2 года. Зато и открытие отрымалось в нечем символичном. За счастливой лишь бы 9, 9 днем 9 месяца новая радоя начала працавать на хвале 99FM. Причем это первая в белорусской станции створанная миновитое структурное подразделение друкованного выдания. Это первый прямой эфир «Правда-радо», так что все те, кто в настоящий момент настроился на 99FM, стали свидетелями рождения новой волны. У «Гомельской правде» кажут, что «Правда-радо» ориентирована на слухачев во взросле от 30-35 годов, у эфиры будут участь замежные и белорусские хиты и оперативные новины. У наступном повинны заявиться тематичные программы. Ауторами станут в первую чергу сами журналисты, які сегодня знаходятся у центра всех основных подей. Правда, сдабытая ими информация будет перепрасовываться под «Радо» формат. Что-то часозона вещания поколена не великая, але уже в ближайший час повинна пошириться у разы. У селяки «Мрази» у газетей не выключают, что в перспективе «Правда-радо» будут слухать навод у инших областях Беларуси. Сегодня радиус – это «Гомель» 30 км вокруг его, то есть устойчивый прием – это Речицкий район, «Гомельский», «Будокошелевский», «Ветковский», «Добурский». Впоследствии мы думаем, что крупные райцентры, такие как Мозырь, Жлобин, Рогачев, Светлогоцк, Калинковичи, а дальше за пределы области. Олег Сентюров, Сергей Лукашев, «Телерадо» компания «Гомель».